У этой медали две стороны. С одной стороны, есть необходимость в демобилизации. С другой, некому будет воевать, если демобилизует всех. Единственный способ – делать это постепенно. Или что-то в этом роде. Факт того, что принять закон об отсутствии демобилизации, означает, что люди, воюющие третий год, не смогут отдохнуть. У них не будет шанса восстановиться. У каждого человека есть свой ресурс. Наши люди не сделаны из стали. Они работают на пределе своих возможностей. Люди должны отдохнуть. Они должны увидеть свои семьи, восстановиться. Если человек не может восстановиться, как он будет воевать? Как он сможет сражаться, защищать свою страну, свой народ, если из него выжимают все соки до последней капли? Я не могу понять, кто написал этот закон. Предатели, коллаборационисты. Кто эти люди? Эти люди никогда не воевали, не имеют никакого отношения к армии. Я не думаю, что они видят ситуацию лучше из тёплых и сухих правительственных кабинетов в Киеве, чем наши ребята в окопах. Если наша страна свободна, если мы боремся за свободу, то свобода должна быть во всём. Если человек хочет служить, зачем его демобилизировать? Если человек не хочет служить, зачем его заставлять? У нас достаточно людей, которые готовы работать и бороться. Когда вы сдаётесь, вы можете только проиграть. Но пока вы боретесь, никто не сможет победить вас. Должна быть проведена полная мобилизация. Я думаю, что наша страна должна стать настолько милитаризованной, насколько это возможно. Каждый гражданский, мужчина или женщина, не имеет значения. Должен иметь военную профессию. Давайте будем честны. Не каждый хочет стать штурмовиком или служить в пехоте. Но те, кто действительно хочет, идут в подразделения, подобные нашему. Например, в Азов, где постоянно идут боевые действия. Айти-специалисты. Специалисты по ОСИНТ. Специалисты по беспилотникам. Есть много разных профессий, которые не связаны непосредственно с боевыми действиями, но которые очень важны. Более того, сейчас есть искусственный интеллект. Военнослужащие батальона «Свобода» из элитной штурмовой баррикады «Рубеж» Национальной гвардии Украины заявили о необходимости демобилизации и выразили недоумение по поводу нового закона о мобилизации, который был принят в четверг. Сотни тысяч военных сражаются уже два года без передышки. После вступления закона в силу все мужчины от 18 до 60 лет будут обязаны в течение 60 дней уточнить свои персональные данные в территориальном центре комплектования. За уклонение от этой обязанности предполагаются штрафные санкции. Среди других мер воздействия – ограничение в праве управлять транспортным средством.